Без. Сразу пять двоен родились за неделю в Павлодаре. Малыши появились на свет в областном перинатальном центре. Шесть мальчиков и четыре девочки. Все здоровы. Некоторых уже выписали домой. Эльмира Шакенова собиралась за сестренкой для старшего сына. А получился двойной подарок. На свет сын и дочка появились немного раньше положенного. На 36-й неделе с помощью Кесарева. Аделия более миниатюрная, активная и терпеливая. Она родилась на 4 минуты раньше брата. Зато он проявляет мужскую натуру уже с пеленок. У Ерхана хороший аппетит и суровый нрав. Когда я пошла на плановые УЗИ, мне сообщили, что у вас двойня. Конечно же, сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Здесь у меня такая ситуация. Я, конечно же, растерялась, так как они совсем малюсенькие. И вот опять же, благодаря нашим медработникам, сразу же я наловчилась. Уже много чего я уже, в принципе, сама справляюсь. И к выписке мы готовы. Счастье в двойном размере настигла и Еркижана Мангильды. Так неожиданно для себя она стала многодетной мамой. Дома уже подрастают два батыра. А эти малыши, Нурали и Ерали, родились 8 октября с разницей в 10 минут. Я обрадовалась очень. Вообще не ожидала. Муж тоже ждет, торопится увидеть детей. За девочку не померете? 24 мальчика? Нет пока. Пока нет. Врачи говорят, на появление двойни влияют в основном два фактора. Наследственность и ЭКО. С начала года в перинатальном центре родилось 63 пары малышей. А за минувшую неделю здесь уже выполнили среднемесячную норму. Приняли пять двойняшек. Все дети родились, они зачаты естественным путем. Дети родились в удовлетворительном состоянии. Находятся они все с мамами. К двойням у нас особое отношение, потому что уход за двойней у нас требует особого внимания. Поэтому мы стараемся, всяческий медицинский персонал, помочь в выхаживании этих деточек. По статистике за год в регионе рождается порядка ста двойняшек. Тройни случаются гораздо реже. Например, в 2019-м пока была всего одна. В январе.